Представляя структуру бюджета, министр финансов Ирина Северина отметила, что при его создании авторы исходили из консервативного прогноза экономического развития страны и региона. Расходная часть бюджета 2012 года составит около 40 миллиардов рублей, что на 5 миллиардов меньше бюджета текущего года. Доходная часть бюджета следующего года, прогнозом финансистов, составит около 35 миллиардов рублей. Бюджетный дефицит вызван не только ростом инфляции и бюджетных расходов, но и рядом решений, принятых на федеральном уровне. Вносятся изменения в налоговый кодекс и распределение по акцизам, которые по крепкому спирту, то есть это вот такой крупный доходный источник, который был в нашем областном бюджете, миллиард сто изымается на федеральный уровень. Параллельно федерация передает полномочия, ранее которые финансировала, и не подкрепляет их финансовыми средствами. К этим полномочиям относится финансирование среднего профессионального образования, выплата единовременного пособия семьям, взявшим приемного ребенка. Кроме этого, на региональный бюджет ложатся расходы, связанные с повышением зарплат бюджетникам на 6,5% с 1 октября этого года и на 6% с 1 января 2012 года. Вместе с тем, расходы на социальную сферу, соцзащита, образование, здравоохранение в размере 21 миллиарда рублей сохранены в полном объеме и покрываются доходной частью бюджета. В полном объеме сохранен набор льгот и выплат населению. Он самый большой среди регионов ЦФО. Не осталось без внимания и сельское хозяйство. Помимо традиционных направлений поддержки аграриев, впервые за последние годы предусмотрены дотации для производителей молока – 70 миллионов рублей. Мы выдержим все обязательства социальные, которые мы на себя взяли, пересматривать мы их не собираемся, но должны работать над частью развития. Я уверен, что мы в следующем... Это прогнозы. Я уверен, что если мы активно поработаем с вами, то в следующем году мы более оптимистичный бюджет будем рассматривать, изменения в бюджете. Я думаю, что нас коллеги поддержат в этом плане. Главный финансовый документ уже прошел общественное слушание и теперь будет вынесено рассмотрение законодательного собрания региона. Также на заседании правительства был рассмотрен вопрос о выплате ежемесячных стипендий губернатора спортсменам и спортсменам-инвалидам. В этом году их получат 104 человека. Стипендии присуждаются членам сборных команд России, спортсменам, добившимся высоких результатов на всероссийских и международных соревнованиях.